Ура! Сегодня выпал снег. Первый снег у нас в этом сезоне зимнем. Это 23 год, 2 февраля. То есть зима подходит под конец, у нас выпал первый снег. Ура! Можно бегать по снегу, веселиться, играть в снежки. Как здорово! Кататься на самках. Первый снег. Радуемся! Разве не красота? Ах! Создаю снежные узоры на этом прекрасном белоснежном снеге. У нас 1 градус тепла, утро, и поют птицы. Послушайте. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, снег закончился. Интересно, это весенние звуки или нет? Снег. Как долго я тебя ждала в этом году. Наконец-таки он пришел. 23 года, 2 февраля. Счастье какое! Думаю, птица тоже рада. Ох, красота! Ох! Лепота снежная. Ох, красиво! В общем, мы счастливы. Будем радоваться тому, что есть. Ура! Передо мной 2 упаковки печенья имбирные. Это имбирная смесь от пудов. Я делаю такие прянички, либо печенье уже не первый раз. Делала также 3D объемом елочку со звездой, в форме такие в виде звезд. Вполне симпатично получаются. Я не могу сказать, что это супер вкусное печенье. Но иногда для разнообразия хочется. Но раз в год как бы можно купить, попробовать, ну, спечь. За прошлом году я ни разу его не пекла, поэтому в этом году купила. И просто так, в дни к празднику, в обычные зимние дни, решила спечь его к чаю. И решила сделать это вместе с вами. Хотя я понимаю, что это далеко не всем будет интересное видео, но это не важно. Кстати, видео 5 точно я нашла на ютубе таких вот уже, где блогеры готовят эту смесь именно от пудов. Все это делается легко и быстро, поэтому я решила заснять, а вдруг вам тоже пригодится. Ну, одной пачки нам мало обычно в семье, поэтому я готовлю две. Каждая пачка 400 грамм весом. Заказала на Валберис. Вот так выглядит смесь. Приятно пахнет. Сзади мы находим, что нам нужно. Это на каждую пачку 30-50 миллилитров воды и 150 грамм масла, либо маргарина, либо того и другого. Смесь. Выбирайте сами. Я делаю две пачки, значит, удваиваем. Все легко, можете прочитать, выпекается быстро. Если вам важен состав этой смеси, можете посмотреть. Поставьте на паузу. Также здесь присутствуют последние советы, полезные советы. Конечно, я их буду, обязательно их учту во время приготовления. Они достаточно очевидные. Масло желательно брать размягченное. Оно мне некогда ждать, когда оно размягчится. Я уже достаточно поздно надумала печь, поэтому я его растопила, масло, на водяной бане. И масло не должно быть горячим. Надо его остудить. Ну и теперь всыпаю в тесто сливочное масло одну, вторую пачку. И все вмешиваем. Ну, дальше я, скорее всего, буду вмешивать руками. Это несложно. Ну, и нам еще нужно влить водички. У меня здесь 100 миллилитров на две пачки. Ну, волью. Чуть меньше, потом добавлю, если надо будет. Как я люблю эти силиконовые лопаточки, продаются везде. Также в фикс-прайсе. Вот у меня в фикс-прайсе лопаточка. Она как рука. Удобно так все. И крем замешивать, и тесто какое-то лепить. Замешивать. Ну, конечно, не то, которое прям для ручной работы. Так, далее вымешиваю все равно руками. Лопатка все-таки класс. Это прям моя, найти, третья рука. Вымесила тесто одним большим комком. Разделила пополам. Этот кусочек, видите, мягенькая. Кусочек оставлю так, как и есть, родной. А этот, в этот сейчас добавлю специи имбирные. Ну, чтобы вкус был поярче. Вы можете добавить сюда и гвоздику. Еще имбиря по вкусу сушеного, либо натереть, ничего страшного не будет. Какао можете самостоятельно добавить, порошка. Тоже можете спокойно, мне кажется, не испортить продукт. В общем, специи, которые идут за имбирное печенье. Также вы можете сюда цукаты добавить. Или цедру, допустим, апельсина. Так, а я добавлю вот такие специи. У меня есть, в которых для чая и кофе. Два варианта. Один посильнее с черным перцем, другие послабее. Ну, вкусные ядреные, это индийские. Здесь прочитать уже ничего невозможно. Но здесь и корица входит, и имбирь. По-моему, кардамон. И гвоздиком. Так что сейчас добавлю по вкусу и посмотрим, что получится в печенье. Кстати, в первый раз буду это делать. Я их заказывала также на Валберис. Здесь номер два, видите, есть. Гарам масала. И номер четыре. Вот они самые замечательные для кофе и чая подходят. Вот. Здесь реально специи, реально рабочие. Мне по запаху больше понравился номер четыре. Вот его я и добавлю. Его. Ну да, эти специи. В общем, в этот кусочек добавила полную чайную ложку этих специй. Пахнут они обалденно. Надеюсь, печенье будет хорошо пахнуть. Надеюсь, не испорчу. И замешиваем. Замесила. Вот со специями кусочек. А это без дополнительных специй. Немножко цвет отличается. Краплениями. Должно по рецепту поставить пять минут. Но я думаю, минут десять пусть стоит тесто. Не повредит. А может быть, чем лучше стоит, господи. Чем дольше, тем лучше. Ну вот, раскатываю я тесто. Вернее, раскатала. И использую с фикс прайса вот такого пряни, человечка. Хорошая форма с фикс прайс. Поэтому рада, что купила уже. Естественно, ее использовала ранее. При других видах теста. Ну, любого песочного печенья. Фикс прайс в этом плане очень классно обручает. Также штампик у меня, которому 150 лет. Раньше продавали дерево с резиной, силиконом. I love you. Вот тоже решила тут напечатать. Но я думаю, что оно поднимется. Оно обычно поднимается. И рисунок разглаживается. Ну, решила опять же попробовать. Вот такая коробочка у меня есть, которая и нынче продается в фикс прайсе. Уже второй год. Вот с такими формами. Штампиками. Так, и вот этот наборчик в действии очень даже удобный. Так, нет, другой. Не хочу варенок. Хочу снежинку. Вставляем вот сюда. Одной рукой неудобно вставлять. Оно и вставилось. Прекрасно. Так, вот это, по-моему, вот так. И получается штампик. И вот так штампуем. Отштамповали. В общем, я решила вот так. Делать так быстрее будет. Единственное, боюсь, что рисунок расплывется. Ну, ладно. Это не то тесто, которое держит, сохраняет вот эти вот рельефы. Так, и, кстати, вот стандартный у нас противень. И одна пачка как раз-таки ушла на противень. То есть двух пачек получается у нас ровно два противня печенья. Ну, и в духовочку на минут 20. Духовка у меня уже заранее разогрета. Пока я раскатываю второй кусочек теста. Видите, тесто такое жирненькое. Даже руки у меня в жиру. Я, кстати, положила свое сливочное масло на два, на две смеси. Не 300 грамм, там 150 грамм на каждую пачку. А 270 грамм, поменьше. И все равно жирное. Так что, я думаю, здесь прям 300 грамм не надо придерживаться. 270 грамм вам будет точно достаточно. Ну, посмотрим, когда все приготовится. И, конечно, со специями этот кусочек, он более ароматный. Более пряный аромат у него. Так, это второй противень. Все формы жирные, посмотрите. Потому что достаточно много жиров в тесте. Возможно, даже здесь не 300 грамм надо, а 250. Может быть, даже еще лучше будет. Жирновато тесто. Я готовила последний раз эти печенья, я не помню, ну, больше года назад. Уже не помню, как я там что-то готовила. Но для разнообразия мне, как бы, иногда хочется. Вот раз в год достаточно купить эту смесь от пудов. Ну, естественно, что домашнее тесто, которое вы делаете сами изначально, со специями, оно, конечно, вкуснее. Я, естественно, такое делаю не раз. А это печенье, когда хочется печенек, на скорую руку можно быстренько приготовить. Вот, допустим, к ужину, как я сейчас, чтобы кино посмотреть. Вот, вытащила печенье. Естественно, весь рисунок, все рисунки расползлись, так как поднялось тесто. Поджарились края. Как поджариться краешки у наших печеньев, надо вытаскивать. Хотя оно тут еще прям мягенькое. Вот так написано в правилах к смеси от пудов. Вот такие печенюшки. Ничем смазать, присыпать не буду. Будем сейчас пить чай, который остынет. Остынет. Ну и заодно надо будет попробовать, отличаются ли одни печенья от других во вкусе с дополнительными пряностями. И вообще, изменилась ли смесь с того времени, когда я делала больше года назад, последний раз пекла. Может быть, смесь уже изменилась, а может она та же самая. Надо попробовать. Эти формочки хорошие, они до сих пор продаются в 2023 году. Вот, надо маме такие прикупить, у нее таких нет. Вот. Нравятся они, печать хорошая. Естественно, все зависит от теста. Формы, конечно, не сильно глубокие, я имею в виду рельеф. Но все же они замечательные. Здесь вот мне прям нравятся. Стаканы не нужны, достаточно острый край есть. Хорошо вырезать хоть для пельменей кому-то. Ну, для пельменей им не маловато. А для печи не самый раз кружок. И хранится это все удобно. Так что, кто еще не покупала, посмотрите в экспрессах, найдете вот такие формы. Вот в таких коробочках отличные. А это вот старая форма, деревянных, много разных продавали. Ну, я одну себе как купила, и все на этом. А эта скалочка тоже я ее уже помыла. Кстати, эта скалка, моя первая собственная скалка. Когда я вышла замуж, муж мне ее сделал сам. Из бароновской акации. Вот. Это натуральный цвет дерева. Ничем не покрашено, не покрыто. Я сам вытащил на сторонке. Она маленькая, такая достаточно, ну, удобная. Ей уже сколько? В этом году будет 30 лет, как мне муж ее сделал. Первая моя скалка. С удовольствием пользуюсь. Маленькая, удобная, деревянная. И красивая такая. И тогда, ну, это уже сухое дерево. И тогда тоже к этому набору он мне сделал вот такую вот толкушку для картошки. У меня еще ничего особо домашнего не было, только вышла замуж. Вот. Так сказать, кухонных инструментов. И он мне сделал такую толкушку, и я даже толкала картошку. Ну, потом, конечно, уже толкушку нормальную приобрела, купили. Ну, для начала была вот такая у меня. Классная тоже, есть только жилет. Такой набор мне смастерил. Мой молодой муж в те годы это был, в начало 90-х. К ним еще добавить вот такие из фикс-прайса лопаточки. Вообще супер набор, хоть на подарок. Такой сделать новый, и был бы шикарный набор на подарок. Даже на 8 марта класс. Деревянный. Ручной работы. По крайней мере эти два предмета точно. Вынула второй поддон, поддно, поддно с противень. И здесь тоже рисунки не остались. Вот видите, какие. Для форм нужно другое тесто, которое держит рельеф. Не такой жирный. Вот такие сниженочки. Так, мы собираемся пить чай, смотреть фильм. Печенье готово. Решила в этот раз использовать вот такую менажницу с фикс-прайса. Показала последний раз, 149 рублей стоит. Но она, посмотрите, такая красивая, романтичная, большая. Много на них все умещается. И даже печенье симпатично смотрится. Они только колбасные мясные изделия и сыр. Так, ну а что по печенью? А печенье у нас получилось вкусное достаточно. Ну, какой может быть смесь? И я хочу сказать, что со специями, вот я как-то добавила, да, в одну часть теста, мне понравилось больше. Специи чувствуются, ну, деликатно достаточно. Поэтому при желании, кто любит по пряней, можно, я думаю, добавить на одну пачку 2 чайные ложки всяких таких специй, типа как у меня. Именно смесь вот таких специй. Я думаю, вкус не испортится, но будет более пряной. В общем, это все, знаете, дело вкуса. Тесто достаточно мягкое, рассыпчатое. Оно такое песочное. Просто рука занята у меня. Не могу показать прям как ломается. Вкусное, хорошее, непритерно-сладкое. Вот. Понравилось на скорую руку, замечательно. Со специями мне нравится даже больше. И, конечно, более поджаристые получаются человечки, не более хрустящие. Ну, все, всем приятного аппетита. А я пойду пить чай. Ну, а здесь я все-таки решила вам показать, как я наклеила наклейку с Валберис. Вы, я думаю, видели это видео, обзор товаров Валберис. У меня есть такие видео. Делается это при помощи горячего на полной температуре утюгом через бумагу. Все по инструкции. Единственное, у меня такое ощущение, что я как бы придавливала, немного передержала все-таки с тюгом, переборщила. Поэтому, видите, как мне тут немножко сложновато все это. Теперь пленка отлепляется. На самом деле, она должна быстрее отходить. Все-таки передерживать не надо. Я просто перестаралась. Даже какие-то непонятные пузыри или пятна образовались на картинке. Но, в итоге, их не видно и практически нет. Далее, прошлась уже повторно листом бумаги по наклейке. Опять же, горячим утюгом. И опять я передержала. Надо было все-таки это делать все побыстрее. Ну, у меня все получилось. Наклейка прекрасно вписалась в свитшоты по цвету и вообще органично смотрится. Я довольна. Намешала грунтовку для своих полотен, будущих холстов. Так, это у нас для наружных внутренних работ идет краска акриловая белая. Белоснежная даже. Вот такая хорошая. В общем, любая подходит. Бестроительная там и разная. Даже в экспрессе я не распокупала и тоже подошла. Хотя она мне пока что-то не очень понравилась. Но проблем никаких с ней не возникло. Также клей ПВА идет у нас любой. И для дерева, который до мебельной подходит хорошо. И тот, который до картонной бумаги. Он тоже хорошо подходит. Тоже пустая банка. Под это дело очень хорошо идут скатерки с X-Price. Они дешевые. Кольерочки. Замечательно подходят. Так, и сейчас начну грунтовать. Холсты уже готовые, они грунтованные. Но для меня это слишком мало. Я люблю, чтобы соль был хорошей. Чтобы в никаком случае не пропиталось масло потом сквозь ткань. Так, намешала раствор. На глаз это обычно делаю. ПВА с акриловым грунтом или акриловой краской стеновой. И вот так прохожу. Вот один раз это уже готовые холсты, которые натянуты. Это уже покрыты были уже акриловой краской. Но после этого мало. Поэтому надо пройти одним своим, а то и два. Ну и посмотрю, как получится. Ну хотя бы один, а то хорошо. И как всегда, выручает меня кольёночка с X-Price. Так, следующие. Так, это сандатор 2 теперь. Ладно, одной рукой это не дело. Так, готовы 4 штуки. Так, поехали к следующей комнате. Здесь без и порт стоят, внучки. Так, и новая кольёночка красивая. Холсты, конечно, не помню, кто их производит. Все китайские. На первый взгляд, они вроде неплохие. Я их на Uber заказывала. Первый раз вообще ими пользуюсь. Леонардо холсты покупала всегда. Мои любимые, это художник. Люблю я художник, я к ним привыкла. Они у меня любимые. Они крепкие, они барабаны натянутые. Там достаточно хороших лопок, там и лён у них есть. Но они более дорогие. Решила взять эти попробовать. Эти потоньше, но натяжка вроде неплохая. Вот, посмотрим, как, что. Художника тоже перегрунтовываю. Там груд нормальный, но я перегрунтовываю, потому что считаю, что это необходимо. Так же, как и здесь. Я своему грудту больше доверяю, нежели готовому от производителя. С моим грудтом, по крайней мере, еще ни разу краска, никакие пятна жирные, ничего не просачивалось с обратной стороны холста. Что и здорово. Кстати, здесь холст, как мы видим, мелко-зернистый. Вот он какой. Я люблю среднее зерно, не крупное, но и не мелкое. Мелкое лучше, чем гладкое. Поэтому, надеюсь, мне все понравится. Кстати, вот стыки, вернее, торцы тоже прохожу. Так, ну что, еще четыре готовые. Красота. Ну и заодно предстоит мне покрыть клейм ПВА первым слоем. Все вот эти заготовочки, которые я покупала. Это такие новогодние шары, медали. Кто-то хочет, может быть, будет делать. Надо их приготовить, загрунтовать. Вот, посмотрите, сколько штук. А вот полокольчики взяла для разнообразия. И потом разрисовать, чем угодно. Хоть фломастером разрисовывайте, можно даже по дереву, но мне нужен грунт. Вот так выглядит все. И будет прикольно. Я хочу делать новогодние игрушки на подарки сразу с родственником. Летом, как всегда, не будет времени заниматься. Мне то заготовки тоже ора, то лето, то еще что-нибудь. Вечно других проблем очень много. Все равно в частном дворе, это все-таки не в квартире. Вот, и надо все это заготовить, чтобы все было готово. И начинать уже потихоньку заготавливать. Пока я их все разрисую, это, знаете, время уйдет много. А не хочется ни одну, ни одну не хочется оставлять. Она просто так лежала пустая. Надо, короче, все использовать. Еще подумать, как. В общем, они мне немножко одинаковые, но разные. Здесь получается вот с таким хвостиком. Этот, по-моему, 8 сантиметров. Эти поменьше 7 сантиметров в диаметре. Видите, выперены хвостики уже по-другому. Потом вот такой вариант 7 сантиметров. Вот эти, по-моему, 7 или 8. Ну, эти, по-моему, тоже 8. О, здорово. Вот такая петля поторчит. Но здесь у меня, пока они пришли, я не сломался один. Придется его вообще отпиливать. Ну, да ладно. Сначала надо грунтовать все. О, нашла свою художественную кисть строительную. Вот, сейчас и покрою. В одну сторону. Просто клеим ПВА. Так, зачем я их покрываю? А потому что маслом буду на них писать. Поэтому мне нужен грунт. А масляные краски на основе масел. Поэтому, естественно, все масло потом будет в деревяшке. А нам это не надо. Ну, и, естественно, будут некрасивые у нас новогодние игрушки. Сделать мне надо еще целую кучу. Это вот кусочек. И еще целая гора. Так что сейчас замучаюсь. Показывать вам не вижу смысла. Ну, если вы не собираетесь масляными красками раскрашивать их, по факту, кстати, их навал перед всем. Эти заготовки. Да вообще не в любых художественных магазинах продаются. Вы можете и чем не грунтовать, а просто рисовать прям по дереву. Другими красками. Ну, конечно, только не акварельной. А, допустим, а гуашью можете только зафиксировать лаком. Потом надо будет попробовать. И гуашь пойдет. И темпера, акрил. Вот акрил вообще замечательно. В общем, все, что вам вдумается в голову. Любой орнамент, рисунок. Хоть русский узор какие-то там, хохлому. Вот с детками хорошо хохлому прорисовывать. Можно и к желью расписать. Ну, горнецкая роспись, наверное, сложновато. Жестого, по крайней мере, можно тоже сметировать, расписать. Делать такие мини-подносики такие. В общем, главное, нанести красивый орнамент. Получится попробовать с детьми. Это просто здорово. Все можно погуглить, найти, посмотреть, срисовать эти, списать эти росписи. В общем, здорово. Отсохали. Теперь быстренько пройду их грунтом своим. До холстов. Вот так. И опять пусть просыхает. Не знаю, один слой, два, сейчас посмотрю. Ни разу этим не занималась. Это первый раз у меня пробаны будут такие новогодние шары. Ну, почему я показываю? Да потому что в видеовлоговой я тут что-то к не показываю. И сад огород, и что-то о приготовлении. И пчеловодные какие-то дела своего мужа. В общем, влоговое видео есть влоговое. Тут разная различная информация, такая хозяйственная, полезная для дома. Ну, и лично влог моей, лично моей семьи. Ну, и вот что получилось. Ну, вот, это первые мои такие елочные шары, которые я расписала. Конечно, такую мелочевку очень нужно расписывать. Лучше взять нормальный холст, нормального размера, вот такого, и писать нормально кистями. Не мучиться вот это с таким маленьким 7 сантиметров размером. Ну, очень, конечно, тяжело. Такую мелочевку писать. И на это терпение надо достаточно много, чтобы заполнить все. Поэтому я сейчас по нескольку штучек буду заполнять и отдыхать от них. Хотя, что тут можно подумать? Такую мелочь быстренько нарисовал, просушил и нормально. Нет, возни, концентрация внимания, просто, я не знаю, напряжение глаз, все здесь как бы присутствует, это не очень комфортно. И не доставляет удовольствия лично для меня, нежели писать на более больших холстах. Видимо, это кому как нравится. Но подарки я, конечно, все заполню, сделаю. Для сестры сделала вот такой снегиря. Вот так, это масло у нас, снеговичка. В общем, ну, разные будут мне еще герои. Пока вот только три варианта придумала. Уже одно и то же не хочется заполнять одним и тем же этим заготовки. Плюс они требуют еще обратной стороны оформления, чтобы не чистые деревяшки там были. Тоже надо все это подумать, продумать, чтобы там смотрелось красиво, подарочно. В общем, вот такие картинки. Как вам, напишите. Надеюсь, что на елочке они будут смотреться симпатично очень, на ленточках. И в подарок можно, скорее всего, будет на него упаковать. До родных и близких. Так, постелила я тут скатерку новую свою. Показывала отрез ткани, я купила на Валберис. Поплин обычный. Ну, по цвету такое приятное. Уже яркое, как-то новогоднее все надоело. Приятное глазу. Вполне хорошо смотрится. И под гибким стеклом с фикс прайс. Все хорошо смотрится, удобно. А старую я взяла, порезала. Видите, она уже пожелтела даже, оказывается, по сравнению с нового. Вот, год у меня пролежала. Уже такой, знаете, такой все неровный, некрасивый. И я ее порезала. И приспособила себя вот тут на полочках. Там хоть и рисунок остался. Ну, знаете, совершенно особо-то и не видно его. И теперь здесь будет очень легко. Все-таки в кухне есть кухня. Жировые всякие тут летают. У нас около плиты, тем более, висит полочка. В воздухе всякие жиры летают. Будет легко все это мне отмывать. Что хорошо. И там положила жидкое стекло. Вот оно там лежит. Тоже это теперь все удобненько. И практично в уборке. При протерли, никаких проблем. Вон там. Я рассказывала вам в своих видео. Муж мне сделает эту полочку. Очень довольная. Прям здорово выручает. И так же я порезала лоскутки вот такие. Вот на свою выдвижную полку, корзинку. Можно сейчас увидеть. Я эту полочку, этажерку четырехъярусную заказала на Ватберес. Но со временем она начинает ржаветь. Все-таки я хоть и стараюсь только с сухой все использовать. Но все равно какие-то капли попадают. Начинает ржаветь, к сожалению. Хотя все прокрашено хорошо. Но сейчас, я думаю, этого уже, таких проблем у меня не будет. Так что все эти пленки можно резать. Новые, бэушные, в общем, всегда везде пригодятся, что удобно. Защитят наши полочки. И в шкафах, везде. Да хоть в холодильник порежьте. Кстати, для холодильника хороший день. Мне сейчас пришла порезать не нужно. Это гибкое стекло.